спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от вместо вашей работы на этой неделе в санкт-петербурге проходят старты первой всероссийской спартакиады ее программа практически полностью повторяет расписание грядущих олимпийских игр парижа 2024 куда российские спортсмены вы скорее всего не попадут спартакиада разнесена по нескольким городам россии но больше всего соревнований досталось москве петербургу казани и челябинску суровом городе танков и метеоритов проходит только одна секция программы зато самая массовая одна из самых любимых легкая атлетика королева спорта программу спартакиады вошел даже брейк-данс если вы до сих пор не в курсе он дебютирует на олимпиаде в париже мы не уверены что столь субъективный вид соревнований надолго задержится в олимпийской программе но раз уж его включили то и на спартакиаде он есть здесь он гордо называется танцевальный спорт показывать самый быстрый нижний брейк будут в казани но петербургу достались самые что ни на есть традиционные виды спорта плавание парусные гонки велотрек на первый взгляд скромный кусок пирога но на самом деле питерских болельщиков отнюдь не обделили сборная россии по плаванию одна из самых звездных наших команд да и в мире на любом коммерческом турнире котируется максимально высоко климент колесников андрей минаков евгений рылов антон чубков редко когда увидишь столько знаменитостей на одних соревнованиях если только это не чемпионат мира или хотя бы европы да юлии ефимовой нет просто смиритесь с этим нынешнем сезоне первая красавица российских бассейнов выступать не намерена нигде весь спартакиадный турнир по плаванию проходит по сцене невская волна и продлится до 26 августа запланирована полноценная олимпийская программа в том числе редкие и любимые зрителями комбинированные эстафеты именно на плавание из всей петербургской программы спартакиады мы взглянули в первую очередь самые главные старты как обычно запланированы на последние дни соревнований но и в начале недели было на что посмотреть например мужская 100 метровка бутерфляем один из самых красивых эффектных заплывов некоторые считают бат искусственным видом плавания однако смотрится он действительно мощно по крайней мере в живую болельщики прибыли из разных регионов например у многократной рекордсменки европы дарьи устиновой собралась настоящая фанатская грядка с флагом и слаженными речевками даже никак не могла их подвести и с большим отрывом выигрывал свои коронные 200 метров на спине двукратный олимпийский призер токио климент колесников прибыл в свои фирменные розовые шапочки и как обычно доминирует на коротких дистанциях он звезда номер один по трибунных помещениях детишки пловцы ловят его на каждом углу для совместных фото что не так то просто сделать двухметровый колесников целиком едва едва влезает в кадр с малышами атмосфера этого турнира очень своеобразно с одной стороны участники суперзвезды и довольно сильные результаты на дорожках с другой стороны никакой праздничные мишуры минимум шоу все в расслабленном состоянии а вход свободный для зрителей олимпийские призеры и чемпионы здесь никуда не спешат каждый может насладиться небольшим общением с ними это редкий шанс для болельщиков кстати болельщиков хотелось бы видеть больше при таком составе трибуны должны быть забиты во все дни а пока до этого далеко понятно что мешает турнир для всех новинку мало кто ожидал что у спорта киаду вообще соберутся лучшие атлеты россии зрителям нужно время чтобы привыкнуть в турниру отсутствие иностранных конкурентов конечно расстраивает пловцов многократный призер чемпионатов европы светлана чем рова призналась что на спартакиаде ей не хватает драйва из-за того что нет главных конкурентов а смотреть мировые старты она сейчас физически не может сплошное расстройство российские спортсмены пока не могут выйти на международный уровень поэтому соревнуются для своего зрителя и сейчас им как никогда нужна его поддержка а и и Субтитры сделал DimaTorzok